Друзья, мы в начале перед нашей общей строговной молитвой прочитаем место, записанное Евангелие от Луки, 18 глава, 7 и 8 стих. Бог ли не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь, хотя и медли защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Дорогие друзья, я в это утро вас сердечно приветствую, благодарю Бога, что мы опять все вместе, нам Бог даровал возможность быть в отпуске и возвращаясь назад, мы проведали церковь Харисонбурга, оттуда, откуда Олег, имели возможность проведать нашу сестру и они передавали привет, Бородин дедушка передал всем сердечный привет. И проезжая назад с Каролайн в Вирджинию, мы проезжали через проселочные вот эти задние хайвейки и заметили с детьми, что очень много церквей. Вот когда едешь на юг, почему-то настолько много церквей, церковь на церкви, квартал за кварталом и сердце радуется, что церкви еще есть. Но когда смотришь статистику, что за последние два десятилетия посещение церкви, членов церкви в нашей стране, в которых мы находимся, оно свалилось. Оно просто как вот эта шкала, графа, она рухнула вниз. Люди не хочут ходить в собрание. У людей нет этого, может быть, желания приходить на богослужение. У нас есть сегодня возможность, и мы собрались вместе, и Бог дает эту возможность. Я замечаю за собой, что тяжело ценить чем-то, что ты никогда не терял. Тяжело ценить то, что ты никогда не терял. Древние говорили, водой начинаешь ценить, когда колодцы пересыхают. Я не знаю почему, но вспоминая чаще и чаще, когда про бабушка, почему так случалось, что многое проводил время, она бебиситраствовала со мной. И она рассказывала постоянно одну и ту же историю. Говорит, приду домой, посажу своих детей впереди, посажу Ниночку, посажу Сашу, Любу и Валю. И хлеб, который я принесу за зарплату свою во время войны, она говорит, я поделю и им раздам покушать. И ложу их спать. Тяжело ценить тем, что ты никогда не терял. Мы не ценим куском хлеба часто, потому что мы не знаем цены ему. Мы не всегда ценим служением, богослужением, потому что при моей жизни как бы не было какого-то гонения или просекюшн, где мы не могли бы собраться. Не могли бы собраться на молитву. В прошлый раз, когда мы с вами имели общение, мы говорили о молитве, когда апостол Павел через Тимофея говорил, я хочу, чтобы мужи всегда возносили молитвы Богу. Знаете, и не секрет, что сила церкви в молитве. И хотелось сегодня бы перед нашей общей церковной молитвой обратить опять внимание на это. В Деянии апостолов, в 4 главе, после того, когда Петр проповедовал, и его допрашивали фарисеи, и они допытывались до него, когда он исцелил Хромова, и они не могли как бы ни к чему было придраться. И они, наругая его, отпустили, и он шел назад к своим, в церковь шел. Апостол Петр шел назад туда, где собирались и где молились. И первый раз, и второй раз, когда он пришел, он шел к своим. Вот после того, когда узы открылись, он шел к своим, туда на молитву. И когда я перечитывал Деяние, настолько эта молитва, вот она вспыхнула. Простая молитва, незаученная. И написано, что они, когда выслушали их, это записано Деяние, 4 глава, 24 стих. Давайте прочитаем вместе. Они же, выслушав, единодушно возгласили голос к Богу и сказали, «Владыка Божия, сотворивший небо и землю», после того, когда наругали Петра, когда он пришел и рассказал им это все, «И все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метуются язычники и народы, замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа, на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе Сем на святого Сына Его Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, так, когда Ты прострешь руку Твою на исцеление и на соделанное знамение чудес именем святого Сына Твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, произошло землетрясение по молитве их. Друзья, это не была какая-то заученная молитва. Они с трепетом молились, радуясь видеть Петра, вернувшегося назад к ним. Они радовались, они видели, что начинается какое-то притеснение, но за то, что слово все равно распространяется, они, Господи, дай с трепетом. Не заученная молитва в церкви, молитва, которая от души искренная. Знаете, апостол Яков пишет такие слова, что, когда весело тебе, радостно тебе, пой Псалму, пой, прославляй. Апостол Яков говорит, когда страждешь, когда тебе тяжело, молись. Я не знаю, как Бог укладывает это все вместе. Я только верю в Его честность, в Его справедливость. Кто-то потерял близких, кто-то потерял родных, у кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то брачный пир вчера, радость огромная. И Бог выслушивает. И апостол Яков говорит, если радостно тебе, пой, восхваляй Бога. Если страждешь, я даже не могу объяснить вам моим языком, что такое слово страждешь, но я понимаю, это состояние и не из лучших. Он говорит, страждешь, молись. Молись Богу. И первое место, которое мы читали, написано, Бог ли не защитит избавленных своих от вопиющих к Нему день и ночь, хотя и не медленно защитить их, молящих к Нему день и ночь. И в конце этого, Он говорит, когда я приду, найду ли веру на земле? Знаете, дорогие мои, сохранить веру нашу перед Господом, это не всегда переехать в Рибберсбург, где живут амиши, и начинать одеваться с одной повязкой, показывая свое смирение, скромность. Не с двумя, а с одной. Он говорит, в начале этой притчи, Христос говорит в 18 главе, также сказал Он притчу о том, так должно молиться всегда и не унывать. Когда Христос говорит, приду и найду ли я веру на земле? Он говорит, приду я и найду ли я собирающихся вместе, молящихся вместе день и ночь, поддерживающихся друг друга. Кто-то скажет, слышишь часто, что в молитве надо быть кратким, вот чтобы не сказать лишнего. Молись коротко, вот раз и все. Я понимаю, есть разные молитвы. Есть молитвы благодарения, исцеления, прошения, есть молитвы ходатайственные, есть молитвы исцеления, но здесь написано, они молились день и ночь. Молящимся день и ночь. Те, которые ссылаются на слова Иисуса Христа, который говорит перед тем, как Он научил учеников своих молиться, Он сказал, молитве не будьте многословны, чтобы не быть как язычники. Он говорил о том, что когда язычники молятся, они повторяют одно и то же много раз. Знаете, были примеры, и они до сих пор это делают. Если братья Старого Завета, помните, когда Илья и пророки Вау, они собрали этот жертвенник, они вокруг него ходили тысячу раз, и молились, и кололи, и ничего не было. Повторяю, повторяю, повторяю. Что сделал пророк? Он поднял руки, Господи, прославься, покажи им, что ты истинный Бог Израиля. И все бабах, и все сожглось. Ничего не было. Есть люди, которые молитвы отче наш повторяют по 20 раз в день. Несколько раз утром, несколько раз вечером, несколько раз в обед. Не повторяться. В молитве не будьте многословны. Но это не значит, что твоя молитва должна быть, я устал, и букка пою, Боже, очи не закрой, аминь. И все, иди, ребеночек, пошел спать. Разный. Господь нам дает, мы общаемся с друг с другом. Друзья, но когда нету молитвы, значит, не налажены отношения. Когда нету разговора у отца с детьми, или у жены с мужем, они ходят мимо друг друга, они разговаривают день, а может быть и два, а может быть и больше. Что-то не в порядке. Мы все должны молиться. Я не хочу сегодня сказать, что есть какой-то шаблон, и есть какая-то формула, по которой я молюсь. Вот смотрите, я молюсь утром в обед и вечером, да, перед едой. Кто-то молится в другое время. Читление слова то же самое. Кто-то говорит хорошо утром, кто-то есть возможность вечером. Но искренне в верующие люди, в тех, в которых живет Дух Божий, я чувствую эту тягость. Если я не помолился, Господи, я хочу, Господь, вот я, я хочу сегодня иметь общение с Тобой. Если ты не почитал Слово Божие день или два, вот это внутреннее состояние, I gotta read word, мне нужно. Господь, ты открываешь и читаешь, потому что ты имеешь силу через это, получаешь духовную пищу. Нету какой-то формулы. Один из моих друзей, с которыми мы росли вместе, он рассказывал, знаешь, мне так не нравилось, когда многодетная семья и отец в пять утра нас подымал на чтение слова. Нам это не нравилось, нас много, все дети в пять утра, всех вместе. Но это их семья, кому-то это пошло во благо, судя по моему другу, не совсем. Молясь день и ночь. Друзья, откроем с вами другое место, которое записано послание Фессалоникийцам, это записано в 3, во 2 главе, 18 стих, апостол Павел пишет церкви Фессалоникам, он говорит, и потому мы, я, Павел, раз и два хотел прийти к нам, но воспрепятствовал нам сатана. Он говорит, я хотел к вам прийти. Он так хотел их посетить. Церковь Фессалоников, она была языческая церковь. Там поклонение было в Валу, идолам, все подряд там было. И он хотел. И воспрепятствовал сатана. Он говорит, мы и я, может, его команда, те, кто с ними были, хотели прийти. И что делает Павел? Он не воюет против дьявола. Он не говорит сейчас там... Он говорит, мы продолжаем молиться. И смотрите, дальше написано в 10 стихе, что делал Павел. Он говорит, ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей. Павел, зачем тебе надо было молиться ночь и день о какой-то нужде? Он говорит, я день и ночь молился, потому что была война духовная. Слово Божие говорит, что наша война здесь не против плоти и крови, а против вражды и силы поднебесной. Мы воюем с нечистой силой, но мы не воюем с ней, мы воюем молясь, пребывая на коленях. Он говорит, я день и ночь молился о том, чтобы прийти к вам. Молитва, которая продолжительная. Интересно, когда Иисус Христос учил своих учеников молиться, в Луки, это написано в 11 главе, и Он им говорил, вот этот экземпляр молитвы, экземпл, Отче наш, Сущий на небесах, и очень хорошо, друзья, когда вы учите детей ваших, собираясь в детском лагере вместе, детки молятся. Когда у меня была группа, они молятся, Отче наш, Сущий на небесах, и мы вместе молились. Но ученики, они знали, что есть и другая молитва. Приходя также вот к этой 18 главе от Евангелия от Луки, Он говорит также, смотрите дальше, что два человека пришли в храм помолиться, 10 стих. И Он, когда говорит о мытаре и фарисее, и Он перечисляет ихнюю молитву, это простая молитва, которую они говорили. Мытарь, каясь, признавая свои согрешения, прося у Бога прощения, молится. Он не повторяет только молитву Отче наш, но Он молится от сердца. Также молится и фарисей, своими словами молясь. Ученики знали, что молиться нужно. И в деянии мы читаем, вот когда они молились, это была молитва, та, которая была из души по нужде ихней. Друзья, не всегда Бог отвечает сразу на наши молитвы. Я ловлю это сам себя на том, что ты, бывает, услышал нужду, и ты помолился о ней и забыл. Может быть, несколько раз помолился. Друзья, хочу сказать вам, что никто за вашу нужду сильнее вас молиться, наверное, не будет. Есть нужды, мы молимся о себе, о освящении, мы молимся о наших детях, мы молимся о нуждах, которые всплывают в церкви. Никто сильнее нас, о нашей нужде молиться не будет, потому что есть закрытая комната, есть молитва, где ты сам, где ты сокрушаешься, молишься и плачешь. Есть близкие, которые поддерживают это все на своем месте, но мы должны молиться. И не получая ответ сразу, друзья, чтобы не опускались наши руки, хотелось бы прочитать еще место, записанное в пророк Даниил. Он пишет в 10 главе такие слова. Когда Даниил молился, чтобы Господь дал пророчество, чтобы было слово, то была пауза. И о этой паузе он пишет, написано, «Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения, смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день». Даниил, не бойся, с первого дня, как ты помолился, слова были услышаны, но было вот это давление, было вот это сопротивление не против Персидского, может быть, против силы, которая стояла за ним. 21 день он молился. Написано в начале главы, частично сетуя, даже постился, пост какой-то держал. И Слово Божие, мы знаем, что Даниил молился 3 раза в день. 21 день, если он молился по 3 раза в день, это 63 молитвы. Пауза, 63 молитвы, но пауза. И он продолжает молиться. И он продолжает молиться. И Господь говорит, Даниил, не расстраивайся, с первого дня я услышал. Друзья, Бог слышит наши молитвы. Он слышит их с первого дня, потому что Он Бог. Он всемогущий, вездешущий, Он честный, Он слышит. Наше задание не бороться с силами тьмы, но молитвы пребывать, вот эти нужны нам верблюжьи колена. Я говорю это слово сам себе, потому что вспоминая примеры, знаете, у нас был родственник, который рассказывал, кучер фамилия. Я его помню, дедушка, он говорил, он сильно фотографии делали. В то время, в 90-х, в 2000-х, все по фотографии болели. Это как у нас траки и стройка. Все фотографы были. И он рассказывал, вот ты весь день в этой комнате, в темной, проявляешь там вот это руки, кислота, вот эти проявители, бумага, весь день семья многодетная, кормить надо. И говорит, вечером доползешь до кровати, Господи, сохрани на эту ночь, бах, и упал. И нет, и все, и заснул. И ловя себя на том же самом, потому что я водитель, и бывают недели, когда ты работаешь, когда у тебя сбитое расписание, день-ночь, ночь-день, ты не понимаешь, ты проработал весь день, ты только до кровати, дополз, Господи, прости, если что не так, дай покой и отдых, семью сохрани, аминь. Есть моменты, когда мы духовно, какие-то низины в жизни, когда не сильно хочется молиться. Не открываются устатые, нету, друзья, молитесь в это время хотя бы вашим умом. Господь, я все равно доверяю тебе. Я все равно верю, что ты великий Бог, и ты все содействуешь ко благу. Возроди меня, возобнови этот дух молитвы во мне. Дай эту жажду, дай эту любовь по тебе, чтоб я опять мог молиться. Я верю в то, что те, которые следуют за Иисусом Христом, Он нас меняет. И сегодня утром мы с сестрами говорили, они говорят, я так болела тяжело, я думала, я умру. Но мы не умерли. И Бог нам жизнь продлевает, значит, нам есть в чем меняться, друзья. Если Господь нас не забрал еще сегодня к себе, нам есть в чем меняться, нам есть в чем освящаться. И мы освящаясь, становимся похожи больше и больше на Господа нашего, Иисуса Христа. И когда Ему делали больно, и когда Его плевали, когда Его бичевали, и когда Его прибили на крест, то Он с креста молился. Знаете, как Он молился? Он говорил, очень прости им, ибо они не знают, что делают. И знаете, евреям в 7 главе, в 25 стихе записаны такие слова, что Он до сих пор молится за нас. Он на небе ходатайствует за меня. Есть Тот, Который клевещет на меня все время, дьявол, а есть Христос, Который ходатайствует. До сих пор Он там ходатайствует за меня. И в Деянии написано дальше, смотрите, те, которые, как Христос, когда побивали камнями Стефана, он молился. Стефан молился. Когда он рассказал им проповедь, которая им как песок в глаза была, он им рассказал, кто вы такие, а кто такой Христос был, и то, что вы со мной сделали, они говорят, побить его. И они все собрались, и Павел стоял рядом, где-то там стерег их вещи, и когда побивали его камнями, Стефан молился, отче, прости им, что они не знают, что творят. Наше желание, наш характер должен становиться больше похож на Иисуса Христа. Хотим мы или это не хотим. Когда нам сделают что-то плохое, часто не идет такая молитва, Господи, прости им, особенно те, которые с нами не согласны. Друзья, пусть нас Господь благословит, пусть наше сердце будет в правильном состоянии перед Богом, когда у нас нет препятствия в молитве. Когда мы собираемся, открывайте ваши уста, молитесь Богу, есть молитва в храме. Чтобы Господь возжигал в нас это желание. Если кому-то весело написано, пойте. А если стражит, то молитесь. Молитесь друг за друга. Будем молиться за нашу церковь, за наш город, за нашу страну, за состояние мира и христианства в том, где мы находимся сейчас. Господу нашему слава вовек. Аминь. Помолимся.